Это начало курса «Квантовая теория для инженерных направлений образования», прежде всего в области информационных технологий. Стандартная литература для изучения самой квантовой теории может включать в себя стандартные учебники и задачники. Однако вот изучение приложения теории для квантовых информационных систем потребует дополнительной информации, о чем будет ниже рассказано. Можно привести два аргумента в пользу изучения квантовой теории для IT-специалистов. Во-первых, это непрерывная технологическая миниатюризация цифровых вычислительных систем, которая вывела технологические процессы создания микросхем по сути на атомно-молекулярный уровень, так называемая нанометровая технология. А во-вторых, ярко выраженный ажиотаж по проблеме создания квантового компьютера для решения трудных задач и использования технологии квантовой криптографии. Наглядно миниатюризацию можно продемонстрировать данным рисунком, который показывает, как уменьшались необходимые компоненты для физического моделирования элементов бинарной логики, начиная от рилет и кончая микросхемами. Сегодня уже реализованы технологии изготовления микросхем в несколько единиц нанометра, 2-10, по сути, что только в 20-50 раз приблизительно больше размеров атомов или простых молекул. Предположить, что технологический процесс в миниатюризации достиг вот на этом именно своего предела, ну как бы нет исторических оснований, если следить за технологической эволюцией. Во всех вычислительных системах физическое моделирование бинарной арифметики, это два стационарных состояния, определялось или значением уровня потенциала, или наличием, или отсутствием тока, ну или что-нибудь около этого. При этом используемые численные алгоритмы были разделены по сложности, ну или трудности. И отмечено, что для ряда классических алгоритмов имеется так называемый экспоненциальный барьер. Условно говоря, требуется экспоненциально возрастающее время для нахождения решения при увеличении исходных данных, величин исходных данных. Решение части такого рода задач было предложено с использованием свойств атомно-молекулярных систем, что и привело к возникновению технологий квантовых информационных систем. Вопрос о том, когда же состоится переход на этот атомно-молекулярный уровень в конце прошлого столетия, ну, качественно оценивался в соответствии с представленным графиком. Предполагалось, что темпы миниатюризации приведут к тому, что уже в 2010 году фактически один электрон будет достаточен для записи и хранения бита информации. Для этого просто подсчитывались в разные годы эволюции компьютеров, ну, фактически масса физического элемента для реализации бита. И с учетом атомной структуры вещества оценивалось, сколько же там электронов. В результате в логарифмическом масштабе и изображалась вот эта данная прямая, фактически оценка оказалась сильно завершенной. И только сейчас, ну, в 20-х, в 20-м десятилетии 21-го века реально стало возможным говорить о приближении к атомно-молекулярному уровню в информационных технологиях. Для справки и для эрудиции истории автоматизации вычислений можно, конечно, продемонстрировать примерами, с которых все начиналось. Это вот и счетная доска АБАК. Она уже имеет многочисленные, конечно, модификации, которые конкретно в России проявились, эти модификации, в форме хорошо известных русских счет. Ну, кроме этого, это и знаменитый арифмометр, на котором для проведения различных арифметических операций требовалось просто выставить значение операндов и крутить необходимое количество раз ручку. Ну, конечно, это и логарифмическая линейка, которая внесла, по сути дела, неоценимый вклад в развитие численных расчетов в 50-х, 60-х годах прошлого столетия. Это и первый электромеханический вычислитель с использованием набора электромагнитных реле, вот с представленными, ну просто необразимыми параметрами. Ну, и, наконец, это вот первая признанная электронно-вычислительная машина, ЭВМ, которая называлась ИНИАК, и представленные параметры вот этой машины также демонстрируют ее сильно ограниченные возможности. Ну, дальше, после Второй мировой войны, в 60-х, 70-х годах прошлого столетия во многих странах стали развиваться свои электронно-вычислительные машины. Так, в СССР были построены машины типа БЭСМ, разной серии Минск, ну и другие вполне современные для того времени вычислительные устройства с высокими по тому времени параметрами производительности вычислений. Параллельно в развитых странах началась, вообще говоря, гонка производств, начиная от персональных компьютеров и кончая суперкомпьютерами. Например, в России в 17-м году вот появился суперкомпьютер Ломоносов-2, который мог выполнять, ну, 1,3 петафлопс операций с плавающей запятой в секунду. Ну, 1 петафлопс – это число 10 в 15-й степени. В это время это был суперкомпьютер, который занимал первое место в СНГ, в Сотружество независимых государств. На ноябрь 2021 года Ломоносов занимал 241 место в мире по параметрам производительности и в пиковом режиме достигал порядка 5000 триллионов, ну или сказать 5000 терафлопс операций в секунду. Ну, а на ноябрь 2021 года первое место принадлежит суперкомпьютеру Фугаку. Параметры этого компьютера лежат в области, ну, приблизительно 500 тысяч триллионов операций в секунду. В этом смысле классические компьютеры достигли, ну, невероятных параметров производительности вычислений и способны решать, ну, конечно, чрезвычайно сложные задачи. И все равно есть задачи, которые оказываются недоступным для решения даже таких монстров. Это прежде всего задачи, фактически задачи перебора. Квантовые компьютеры берут на себя решение такого сорта задач. Реализация простейших квантовых компьютеров представлена многими гигантами мировой информационной индустрии. Вот этот пример облачного доступа к компьютеру IBM, который может получить любой желающий после персональной регистрации. Ну, это вот рекламный вид этого устройства. Спрашивается, на каких же атомах реализуются такие квантовые системы. Значит, известно, что число стабильных атомов, то около 90, но, к несчастью, их свойства не могут быть описаны в рамках классической теории. Ни дискретные положения линий на спектрах атомов, ни интенсивности линий спектра объяснить в рамках классической теории не удается. Не удается построить даже какую-то приемлемую модель атомов в классической теории. Так называемая планетарная модель, ну, по сути дела, противоречит электродинамике. Так как электрон, двигаясь по орбите в этой модели, ну, должен же излучать электромагнитное поле, теряя энергию. И за время порядка 10-15 степени секунды просто упадет на ядро. Должен просто упасть. Но наблюдаемое время жизни атомов, по сути дела, бесконечное. Поэтому ясно, что что-то здесь не так в этой модели. Модель атома Бора требует введения, по сути, загадочных стационарных орбит. И может объяснить, действительно, положение линий на спектре только одного единственного атома. Атом водорода. Но помимо спектра, еще надо объяснить и проявление волновых свойств электрона. Ну, что никак не удается в предположении, что электрон частицы. В результате требуется, конечно, сформулировать новую математическую модель описания окружающего мира, включающая и макромир, и микромир атомов. Вот в этой модели есть квантовая теория. Ее изложение и приводится в следующих презентациях. Продолжение следует...